Он был открыт в 2018 году и быстро стал центром лечения и профилактики рака не только нашего региона, но и всего СКФО. Недаром недавно и республиканский онкологический диспансер имени Бутова стал лауреатом Всероссийской премии «Будем жить» в номинации «Лучшее учреждение». Ежегодно здесь получают специализированное лечение и консультацию порядка 30 тысяч жителей Карачао-Черкесии и соседних регионов. Воочию оценить в каких условиях работают врачи и лечатся пациенты смогли и члены делегации Совета Федерации по главе с председателем комитета по социальной политике Инной Святенко и заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Натальей Хоровой. Отмечу, что действительно очень высокого уровня и оборудование, и специалисты обучены, и укомплектованность буквально самым современным хирургическим оборудованием. Члены делегации изучили и то, насколько рационально используются средства, которые были выделены в рамках федеральных программ на закупку оборудования, автотранспорта для учреждений здравоохранения региона. Далее гости осмотрели построенные недавно фельдшерско-акушерские пункты, а также обсудили возможность возведения новых зданий для психиатрической и инфекционной больниц республики. Будем докладывать Валентине Ивановне Матвиенко о результатах поездки по ускорению строительства тех объектов, которые так необходимы республике. Черкесская делегация посетила и ряд социальных объектов, в том числе пансионат «Гармония». В минувшем году сюда переехали подопечные республиканского дома-интерната общего типа для престарелых и инвалидов. Нынешние условия проживания одиноких бабушек и дедушек не сравнить с теми, что были раньше. Здание площадью 5000 квадратных метров позволило с комфортом расположиться постояльцам и персоналу, а также улучшить условия реабилитации, лечения и досуга. Создана и самодеятельность, и приусадебный участок, на котором можно сделать свой огород. И все-все с большим теплом и любовью руководством этого пансионата организовано. Поэтому с большим удовольствием посетили и понимаем, что вот этот опыт на Кавказе, он может считаться успешным и его можно распространять. Высокую оценку членов Совета Федерации получил и развитие внутреннего туризма в Карачао-Черкесии. В этом направлении руководством республики проделана колоссальная работа. Архыз и Дамбай пользуются большой популярностью у наших соотечественников. Напомним, что лишь в прошлом году Карачао-Черкесию посетило более двух миллионов туристов. Сенаторы выразили готовность и далее помогать региону в развитии его туристско-рекреационной зоны. Большой акцент делается с точки зрения туризма на развитие этого региона, потому что уже сейчас в налоги республики приходят, поступают доходы именно от туристической деятельности. Это не может не радовать, потому что эти деньги идут в том числе и на развитие региона. По итогам визита сенаторов в Карачао-Черкесию составлен документ, который ляжет на стол председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко. Далее, с учётом всех рекомендаций, будут предприниматься меры для решения существующих проблемных вопросов и развития приоритетных направлений в республике.